Следующий доклад Ортерексия как часть континуума нарушения пищевого поведения. Вот такое замечательное слово может появиться у нас в лексиконе и словаре. И сейчас это слово раскроется важным звучанием и содержанием с помощью доклада Константина Владимировича Рыжкова. Спасибо большое. Своего доклада я постараюсь конспективно, быстро пройти. И начну я с того, что... Видимо, я тоже использовал, никак не подружусь. Давайте. Это наши все навыки. Значит, мы сейчас смотрим. Отлично. Спасибо. Предыдущий докладчик говорил об этой модели. Я не буду детально ее больше освещать. Биопсихосоциальная модель – это ведущая то, что мы сейчас используем в классической медицинской парадигме. Но я бы в своем докладе хотел сказать, что иногда она бывает недостаточно обширна, недостаточно раскрывающая. И вот я вам хочу показать слайд, который часто в Академии расстройств пищевого поведения США используется для таких презентаций, членом которой я являюсь этой академией, где более развернуто и подробно освещается цикл нарушений пищевого поведения. Он гораздо ближе к когнитивной парадигме. Он показывает, вот если посмотреть… У меня все слегка. В правом верхнем углу вы увидите те самые триггеры внешней ситуации, стрессоры, которые могут запустить то, что мы подробно потом расписываем в виде концептуализации клинического случая. То, что уже считается расстройством пищевого поведения. И дальше можно уже говорить о взаимном влиянии и на биологические факторы всего организма. Говорят уже о нарушениях метаболизма, липидного обмена, наращивания массы тела пациентам. Как через это можно повлиять на его собственную родную семью? Дальше влияние может распространяться гораздо шире и на социальные, и на культуральные какие-то феномены, откуда тоже могут приходить месседжи или каких-то посланий, трендов или субкультурных влияний. И, естественно, все это развивается в предиспозиции индивидуальных характеристик наших пациентов. Почему я вот этот слайд нашей любимой Академии хочу вам представить? Чтобы в психологическом сообществе часто сталкиваются с случаем, что недооценка соматического состояния или, как мы говорим, соматических масок некоторых психотерапевтических клиентов часто это встречается. Вот что может быть при расстройствах пищевого поведения, когда люди это вообще даже не осознают, когда нет внутренней картины болезни. И мы видим только набор соматических симптомов. Общие проблемы, просто колебания веса в любую из сторон, которые могут быть в любом возрасте, и у подростков, и у взрослых детей. Просто из общих симптомов обычная слабость, синкопы, приливы. Желудочно-кишечный тракт сверху вниз, травматизация полости рта, эрозии дентальной, периасмолязисы, кардиораспиратурные системы, загрудинные боли, ритмии, нарушение дыхания, эдема. То есть, казалось бы, симптомы мало относящиеся к расстройствам пищевого поведения, но они могут маскировать все эти вещи. У вас, в вашем конкретном кабинете, пациент может говорить только об этом. Но внутри расстройства пищевого поведения. Гастроинституциональные симптомы. Дискомфорт эпигастральной области, рефлюксы, запоры. Подробно освещать не буду сейчас всего. Эндокринные нарушения, аминорея или нарушение цикла, снижение миорализации костей, снижение либидо, большая группа нейропсихиатрических симптомов, которые мы гораздо лучше знаем. Судороги, снижение памяти или просто концентрация внимания, нарушение сна, депрессия, тревога, обсессивные паттерны поведения. Само-травматизация и, в конце концов, даже суицидальное поведение. И еще очень большая группа дерматологических кожаных проявлений, которые могут касаться как волосяного покрова, так и вообще всей площади кожи клиента. Это все могут быть маски. К вам пришел человек с нарушением пищевого поведения, который не знает об этом и не расскажет вам ничего. Что-то из этого всего в том или ином наборе мы можем видеть. И Академия нарушения пищевого поведения предлагает для более общего и цельного понимания всего континуума, связанного с пищевым поведением, рассматривать его в виде такой вот оси. В левом углу, в левом столбце мы видим то, что называется принятием своего тела, принятием образом своего тела, здоровый паттерн пищевого поведения и здоровый вес, который соответствует той возрастной группе или тому типу сложений, которое есть у пациента. Все это называется healthy body image. Следующее – это нарушение пищевого поведения, средний столбец, о котором будет как раз мой доклад. И в самом конце, то, что уже действительно о болезни, то есть сейчас мы будем говорить о предболезни, то, что не входит в международные и российские классификаторы, не включены в МКБ-10 или в ДСМ-5. Но часто это не включение связано только с техническими моментами. Допустим, по артурексии недостаточно, по-моему, там двух или трех метаанализов, и она войдет в классификаторы. Эксессивные и компульсивные тренировки, избыточные тренировки тоже близки к тому, чтобы они в следующее, видимо, ДСМ, они уже будут включены. Но сейчас мы их рассматриваем пока как предзаболевание, донозологическая форма, очень широко распространенная в популяции. Итак, что же еще нарушение, но еще не болезнь? Все виды ограничения. Мы не любим использовать термин «правильно». Если есть «правильно», то есть «неправильно». И тут уже появляются ограничения. И речь тут же может идти уже о когнитивных каких-то искажениях. Мы говорим о йо-йо-дайтинг и фастинг. Это просто быстрое, еще некомпульсивное, неосознанное поедание пищи. Использование стероидов, часто у спортсменов это бывает, уже относится к нарушениям пищевого поведения. Просто компульсивное переедание, разовый феномен, однократно наблюдающийся, уже группа риска. Эксессивные тренировки, избыточные, изнуряющие, чрезмерные тренировки, они тоже являются преддиктом, предболезнью к развитию дальнейшему тяжелых расстройств пищевого поведения. И вот крайне правый столбец, не все их описывают, он просто самый явный из них вам демонстрирует. Это булюмия, анорексия и бенжитин. Но это не все. Я не стал подробно всю классификацию ДСМовскую или МКБшную приводить. Итак, нервная анорексия. Еще в 90-е годы ее Стивен Брэтман описал, сделал свой опросник, который был чисто когнитивно-психотерапевтический. Он сам ей страдал, он был частью такого спиритуального движения и увлекся тем, что тогда называлось правильным питанием. После этого он, кстати, при помощи техников майнфоленса с этой патологией справился, детально ее описал и как он о ней говорил. Это те расстройства приема пищи, когда у человека есть такое четкое навязчивое стремление к некоему здоровому и правильному питанию в различных его проявлениях. К чему это приведет? Человек начинает ограничивать себя в выборе продуктов. Здоровое питание для этого человека становится настолько важным, настолько он на нем фиксируется, что эта озабоченность приводит к тому, что его увлечение, круг знакомых, времяпровождение существенно изменяется. Если мы будем анализировать его поведение, тут мы видим уже действительно деформацию в сторону дисфункциональных паттернов пищевого поведения. Сам пищевой рацион определяется исключительностью только по критерию вот этому черно-белому. Полезно, не полезно, рационально, нерационально. Уже не важны вкусовые предпочтения для этого индивида. Каждое нарушение им диеты, срыв или прием запрещенного какого-то продукта вызывает у него действительно сильную тревожность, а в последующем и чувство вины. Есть несколько современных теорий орторексии. Есть точка зрения некоторых авторов, что это абсолютно самостоятельное заболевание. Есть другой подход, где считают, что это возможно либо вариант, либо этап развития другого уже существующего расстройства пищевого поведения, которое будет развито. Либо есть такой подход, как орторексия. Это просто часть из проявления расстройств личности. Либо просто проявление синдрома. Симптомы. Я уже говорил, только правильная пища. И что эти люди исключают? Искусственные красители, вкусовые вещества и консерванты, пестициды, генномодифицированные продукты, нездоровые жиры, высокие дозы сахара и соли. Казалось бы, правильные вещи. Но начинают усложняться ритуалы. Человек многократно, тщательно моет продукты. Покупает определенные бренды в определенных местах. Тратит на это все больше и больше времени. До трех часов в день эти ритуалы могут такого человека занимать. Он общается только с таким сообществом людей. И постепенно он становится замкнутым и, возможно, даже антисоциальным. Фанатизм. То самое дихотомическое деление всех продуктов по двум принципам. Либо они полезные, либо вредные. Страх, тревога, отступление от правильной еды. И постоянное беспокойство. Те самые ритуалы, многочасовые, ежедневные размышления о необходимости правильного питания и ведения в целом здорового образа жизни. Постоянный страх болезней, страх увеличения массы тела. Детальное, тщательное планирование. Шопинга, завтрашнего меню. Куда пойти, что можно съесть, что нельзя съесть. Что иметь в холодильнике, что уже выбрасывать из холодильника. Невозможно питаться, становится вне пределов дома. Нужно сделать весь ритуал, все помыть, все правильно приготовить. Поэтому люди перестают ходить в места, ну, в кафе, в рестораны. Или ходят только в те, которые им рекомендованы своим социумом. Практически полный отказ от употребления уже жиров и быстрых углеводов, а иногда даже и соли. Фиксация на изучении физиологии питания. Не будучи медиками или другими специалистами. Люди очень много имеют этих избыточных знаний из интернета о том, что, как у нас переваривается, всасывается. И это является темой их искания, обсуждения, разговоров. Они присутствуют на этих сайтах, в интернете, стоят в этих подгруппах, в соцсетях. Кроме этого, поведение еще более усложняется. Появляется ритуал, когда нужно ходить и тренироваться в тренажерном зале, наказывать себя за каждое нарушение, за каждую погрешность в питании. Нужно считать калории, детально их анализировать себе. И появляются еще более усложненные ритуалы по типу самонаказания. Если я нарушил что-то, я должен еще больше потренироваться, я должен больше потрудиться на тренажерах. Очень ассоциировано с артолексией другое донозологическое состояние, которое тоже очень широко изучается сейчас. Я вот нашел метаанализ, самый последний, ноябрьский, за 2016 год. На удивление, он сделан в Институте Южной Дании, в Университете Медицинском, где очень детально исследованы все метаанализы по компульсивным тренировкам. Состояние старое, но в 1970 году еще описано Глассером. И оно характеризуется как стремление к физической культуре, к занятию физической культуры, с неконтролируемым, чрезмерным проведением упражнений с вредными последствиями, травмами или ослаблением социальных связей и отношений. Опять же, не существует строгих нозологических критерий. Еще не включено в ДСМ ни в пятерку, ни в МКБ-10. Поэтому официально такой диагноз не ставится, хотя есть много уже и опросников, и много публикаций. Но сама процедура включения в классификаторы, она строгая, определенная. Она многими ассоциациями не может быть нарушена, и мы соблюдаем все эти правила. Итак, диагностические критерии для этого состояния были еще в 1987 году предложены Уэллом. Он тоже подходил из адектологического концепта, из наркологического концепта, и взял для основания изучения этих феноменов симптомы алкогольной зависимости. И тогда еще были другие, не пятая ДСМ была. Он пользовался четверкой, и он описывал это так. Многомерная, неадекватная структура физических упражнений, которая приведет к клинически значимому ухудшению здоровья или дистрессу. А диктологический подход говорит о том, что есть вот шесть четких признаков у этого феномена, у этого состояния. Сами упражнения становятся самым важным в жизни для человека, самым значимым для него. У него существует конфликт, как у аддикта, так у этого тренирующегося социумом. Есть эйфория, которая сейчас и нейробиологически доказана. Действительно, там есть выделение эндорфинов, есть там хай эффект, того самого переживаемого кайфа после тренировок. Есть рост толерантности, то есть этих нагрузок все больше и больше и больше становится. Есть симптомы абстиненции в виде бессонницы, слабости, раздражительности, тревожности. Есть релапс, рецидивы. Вот, по-моему, два месяца назад свою автобиографию подробно описал такой репер, известный именем, который назвал себя именно наркоманом, который сейчас сидит на тренажерах, где он детально излил свою душу, что с ним происходит. Вот его суточная доза тренировок сейчас 17 миль. Ему нужно пробежать каждый день. Так он увеличил эту дозу после того, как он прошел метадоновую программу по поводу уже бывшей зависимости от эпиатов. Поэтому аддиктологическая модель иногда позволяет понять, но всего она все-таки не может объяснить. У меня съехал слайд. Коморбидность и личностные черты. С чем есть коморбидность? С расстройствами пищевого поведения. Считается, что у очень большого процента людей, 39-48% людей с расстройствами пищевого поведения, когда-либо прибегают к компульсивным тренировкам. Есть несколько научных подходов. Одни считают, что это самостоятельные феномены. Другие считают, что есть зависимость от тренировок, и она коррелирует с расстройствами пищевого поведения. Есть такой еще коморбидный феномен для экстенсивных и компульсивных тренировок, как мышечная дисморфия. Это часть более широкого феномена, дисморфофобического, который называется еще мегарексия. Что это такое? В ДСМ-5 описано как расстройство обсессивно-конкульсивного спектра, уже утвержденный диагноз, который есть у кого? Есть у бодибилдеров, которые много, чрезмерно физически тренируются и используют анаболические стероиды. И получают, в конце концов, гигантское тело, гигантское мышечное тело. Есть коморбидность с обсессивно-компульсивным расстройством, есть с такими чертами характера, как перфекционизм, нарциссизм и нейротизм. Также есть и коморбидность с зависимостями. Часто совпадают зависимости алкоголя, наркотиков с компульсивными тренировками. Негативные последствия боли, травмы эти пациенты игнорируют. Длительно существующие травмы, проживаемые ими боли. Через них они продолжают тренироваться, либо заглушают эти боли самоназначением себе сильных, иногда анальгетиков, иногда наркотических. Происходит хронизация, дополнительная повторная травматизация. Это и есть исходы этих состояний. Есть социальные нарушения. Мы отмечаем, что в этих субкультурах есть некоторая маргинализация и изоляция от общества. Они противоставляют себя либо своим сверстникам, либо всему обществу, вне своей субкультуры. И если говорить на нашем съезде о терапии выбора, то по литературным источникам самыми доказанными методами, подробно описанными, является когнитивно-поведенческая терапия, особенно ДБТ много этим занимается, и мотивационное интервью. Две метаанализы, доказанные эффективные практики терапевтические. Поэтому я еще раз хочу обратить ваше внимание, что на подходе большое количество донозологических состояний, которые нам, как психотерапевтам, уже очевидны и понятны, если выстроить их концептуализацию, что являются. Мы можем психотерапевтический диагноз поставить. Да, юридически мы не можем воспользоваться классификацией ни СМ, ни МКБ, но вот на этом докладе и видно преимущество когнитивно-поведенческого подхода над просто медицинской моделью, которая, к сожалению, нам не дает всего развернутого понимания этих состояний. Эти нозологии будут внесены в классификаторы, причем артерексия в течение двух лет ожидается, ее внесение в ДСМ. Видимо, это уже будет шестой ДСМ. Ну, у нас, наверное, как всегда, все будет несколько позже. Но я думаю, мы с вами это еще увидим и будем неоднократно обсуждать. И я хотел бы, пользуясь тематикой доклада, привлечь ваше внимание к тому, что наша Академия нарушения пищевого поведения США проводит ежегодно такой уже известный день действий по поводу этой патологии. По американской статистике, каждый десятый американец сейчас страдает этой патологией. Видимо, примерно такая же статистика и у нас. Нет исследований. Дизайн наблюдений, мониторинга Академии нарушения пищевого поведения по таким регионам, как Российская Федерация, подразумевает не четкие исследования, а просто мониторинг некоторых трендов. Но вот 2 июня уже через неделю в всем мире, ну, в 78 странах, вернее, будет озвучен определенный документ, который я вам сейчас покажу. Это интересная выжимка из всей сути нарушения пищевого поведения, которая называется «Девять фактов». Они были разработаны и уже второй год внедряются во всем мире доктором Синтием Бьюик, членом нашей Академии, заслуженным профессором кафедры расстройств пищевого поведения и другими очень значимыми людьми и очень серьезными учеными. Вот вы видите список очень серьезных представительных ассоциаций, которые создавали этот документ. Это был знаменитый доклад, он был 2 года назад. «Девять развенчанных михов о нарушениях пищевого поведения». Может быть, вы этот слайд уже видели, он довольно распространен. «Девять правдивых фактов». Итак, правда номер один. Многие люди, которые страдают нарушением пищевого поведения, внешне выглядят совершенно здоровыми. Но на самом деле они могут быть очень больны. Семья не ответственна за болезнь. Родственники могут стать как лучшими союзниками пациентов, так могут и мешать терапии. Диагноз – расстройство пищевого поведения. Это серьезная проблема, нарушающая личное и семейное функционирование человека. Расстройство пищевого поведения – это не личный выбор человека, а серьезное биологически обусловленное заболевание. Этим расстройством подвержены люди любого пола, возраста, расы, национальности, размера и веса, сексуальной ориентации и социально-экономического положения. Кстати, месяц назад Джессика Альба написала очень трогательную историю о своей дочери, которая страдает ортурексией. И сейчас как раз в Сейкле проходит у дебютишников терапию по поводу ортурексии. И гены, и окружающая среда играют важную роль в развитии расстройств пищевого поведения. Сами по себе гены не предопределяют заболеваемость. Полное выздоровление при этих расстройствах возможно. Но очень важна ранняя диагностика, вмешательство. Для полного успешного выздоровления. А та самая ранняя диагностика как раз и хорошо бы, если бы проводилась нами, психологами, психотерапевтами, на донозологическом этапе, когда мы имеем еще нарушение, а не расстройство. На средней части континуума лучше было бы встречать нам этих пациентов в своих кабинетах. вот этот слайд, слева логотипы тех серьезных медицинских учреждений, которые поставили свои логотипы в поддержании вот этого слайда. Большое спасибо за ваше внимание. Если есть вопросы, я вам с удовольствием отвечу на них. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ Как вы воспринимаете, как вы видите артероксию? Часто ли в вашей практике встречались пациенты с, ну скажем так, чистой артероксией, без компульсивного переедания, без бинжетинга, без булимии? Очень интересный ваш опыт. Спасибо. Спасибо. Отличный вопрос. Артероксию сложно увидеть у себя в кабинете, потому что такие люди не имеют клиентского запроса. Но вот в рамках проекта, который я веду от Академии нарушения пищевого поведения США, у меня есть возможность обозревать некоторые тренды социальные и микросоциальные. И вот в этом году я исследовал конкурс при помощи своих коллег «Мисс Бикини-2017», который выходил в нашем регионе. 121 девушка со всего Дальнего Востока в двух крупнейших наших центрах в Владивостоке и Хабаровске в ВИПовских, в высших сегментах спортивных клубах. Не буду называть их названия, это юридическая сторона дела. Участвовали в этом конкурсе. Были привлечены очень большие серьезные средства, мощные рекламные компании, соцсети, сайты. Все отлично, хорошо делалось. Мы видели этих девушек, когда они пришли в программу, мы читали дизайн, который они проходили обследование. Явно были недостаточны. Скажу честно, это была одна лекция врачей, гинеколога, которая их предупредила, возможно, о минории, предупредила о запрете на пластические операции во время конкурса. А потом они 6 месяцев в этом участвовали. Вот в конце этого 7 из них все-таки сделали пластику груди. И в минории наступило, по-моему, 18 девушек. В компульсивное переедание сразу после конкурса ушли, по-моему, человека 4. И мало того, что слоган мероприятия был очень интересный. Все называлось трансформацией. И такая была аббревиатура. Новая, стройная, сильная. В конце мы получили худую, вернее, даже тощую, злую и старую. Надеюсь, я вам ответил на этот вопрос. Спасибо большое. У меня по спортивной части вопрос. Я так понимаю, что у людей, у которых есть компульсивные тренировки, у них тоже нет клиентского запроса. И может быть, есть какой-то формат помощи и взаимодействия с ними на Западе. Ну, либо вы знаете уже какие-то... У вас есть случаи, примеры. Спасибо. Вот очень хороший вопрос. На Западе в серьезных фитнес-клубах есть психологи, которые специально мониторят тренирующихся людей. И если они видят признаки компульсивного, избыточного, изнуряющего тренирования этих людей, они обязательно приглашают их. Конечно, добровольно на беседы. В университетах США, вот в фитнес-залах, при университетах, это еще жестче мониторится. Там очень строго обращают на это внимание. Ну, и еще, нет официальных рекомендаций. Есть пожелание Академии нарушения пищевого поведения не позиционировать вот эти 9 прав, не говорить о дне действия на любых спортивных мероприятиях. Потому что все-таки есть такое представление, где есть большой спорт, есть нарушения пищевого поведения. Они могут быть невыявлены, могут быть маскированы, но они идут рука об руку очень часто. Поэтому это такая идея не позиционировать день действия по поводу нарушения пищевого поведения в любых спортивных клубах. Я надеюсь, ответил. У меня вопрос такой. Вот вы когда говорили о компульсивных физических упражнениях, вы говорили о коморбидности с ОКР, с обсессивно-компульсивным, и что там отдела логическая модель есть. Но ведь описание того, что было при орторексии, первая часть вашего презентации, то там очень многое напоминает об обсессивно-компульсивное расстройство. И более того, я могу сейчас вспомнить сразу с налета двух своих пациенток, которые при обсессивно-компульсивном расстройстве в дальнейшем уходили именно в орторексическое поведение. Ну, правда, может быть, с усиленными еще проверкой дат выпуска и мытья бесконечного продукта. Но тем не менее, всего этого. А такая модель вообще где-то описана, потому что уж очень много сходства. Да, таких публикаций о связи ОКР, в орторексии много. Спасибо за вопрос, Марина Минировна. Давайте я вам подробно на электронку скину те работы, которые посвящены связи коморбидности между орторексией и компульсивными, любой компульсивностью, вообще любой компульсивностью. Спасибо за доклад. У меня два комментария. Лично мое профессиональное мнение, как спортсмена, категория бикини и вся фитнес-индустрия создавалась в Америке. В Соединенных Штатах номинация фитнес-бикини одна из самых распространенных, в тысячи раз распространеннее, чем в России. Это первое. Второе. Та компульсивная история, которую вы описали, где девочки сорвались в гиперкомпенсацию, это история их непрофессионализма, потому что профессиональный спортсмен знает, как выходить из этой углеводной ямы. То есть просто этим девочкам мне объяснили, как правильно выстраивать диету, чтобы не было такого компульсивного построения питания. Потому что есть в этой категории спортсменов, конечно, патология, которая может уйти уже за грань, но если подходить грамотно, если подходить с медициной, с поддержкой и консультациями, то это можно минимизировать. Хотя аминария – это естественный процесс, к сожалению, как только девочка теряет какой-то процент компонента жира, это физиологический факт, они сами на это идут. Есть ли тут патология психического или психологического уровня, не знаю, но, наверное, 50 на 50. Спасибо. А в чем вопрос? Это просто дополнение к этому мнению. Спасибо. Хорошо. Я прокомментирую несколько слов. Вот я много слышал от фитнес-инструкторов и консультантов по поводу того, что девочек предупредят, что им расскажут. На руки выдают листик, где расписана диета на 1500 килокалорий, что нужно кушать, что три столбика. Это рекомендация. Кроме того, никто не говорит, что за две недели перед самим шоу будут две недели сушки и не будет мониторинга мочи, какие препараты используются для сушки. Мы это тоже знаем, как они себя сушат, что там идет, и эфедрин, и сауны, и многие другие препараты. Кроме того, вы сказали об аминореи как о некоторой мелочи. Я вот как клинице с вами не соглашусь. Я все-таки считаю, что это серьезное расстройство аминорея. Вы ее связали с потерей жировой массы у девушек. Да, если вы внимательно на сайте Мисс Бикини прочитаете требования ассоциации бодибилдинга к этим девушкам, первая ваша ассоциация будет, что это конкурс экстерьера для собак. Все. Там речь не идет о здоровье, там речь идет о внешности. Мы знаем, что с потерей жировой массы естественно и грудь изменится девушек, поэтому 40% из них имеют пластику груди. Они к этому приходят, если остаются в этих конкурсах. Это не является правилом для исключения. Нельзя делать пластику дефектов мышц, но грудь, пожалуйста, можно делать. Поэтому тот имидж, та роль, которая навязывается женщиной в этих конкурсах, она для меня, как для клинициста, мягко скажем, сомнительна. Спасибо еще раз за отличный доклад. Можно чуть подробнее прокомментировать четвертый пункт слайда 9 правдивых фактов. Я не настолько силен в бодибилдинге, я занимаюсь тревожно-фобическими расстройствами и нарушения пищевого поведения там нередки. Вот этот номер 4, для того, чтобы как-то более осознанно ссылаться на этот пункт, есть ли какие-то данные о том, что все-таки это не личный выбор, а именно серьезные биологические заболевания? Вы-то более глубоко в теме. Спасибо, очень хороший вопрос. Вот буквально три недели назад в Израиле был выделен геном, уже прям геном выделен, который четко, доказанно отвечает за один из видов расстройств пищевого поведения. То есть мы... Да, есть статьи серьезные, если вам интересно, я вам скину эти ссылки. То есть генетические вещи уже доказаны, действительно научно доказаны. А можно ли это выявить, например, при генетическом анализе? Ну, это уже большая дискуссия. К сожалению, у нас со временем не так хорошо, если вы посмотрите на часы, чтобы так разворачиваться. Ну, если такой микрокомментарий, то мы практически с регулярностью раз в квартал узнаем о генах, которые отвечают за шизофрению, а потом забываем об этих генах, потому что они, оказывается, за много чего отвечают или ни за чего не отвечают. Поэтому это такое очень большое разнообразие. В слове генетика мы можем наблюдать. Поэтому мы, увы, несмотря на то, что расшифрован уже весь геном человека, пока не можем провести такие четкие корреляции между этими нуклеотидами и потом поведением человека. Это спекуляция. Поэтому давайте, будучи когнитивно-поведенческими психотерапевтами, все-таки придерживаться логического диспута и смотреть на основания. То есть основания пока больше гипотетические. Но в любом случае мы хотели бы поблагодарить... А можно комментарии? Вот Дмитрий Викторович отлично сказал сейчас генетика генетикой, но ведь главное не идеальное тело. Мы как когнитивные терапевты понимаем, что эти люди говорят, идеальное тело это недостаточно, нужно так жить. Нужно это идеальное тело, с ним все время что-то делать. Это модель поведения, это дисфункциональные паттерны. Им недостаточно однократного идеального тела, они так выстраивают жизнь. Позвольте поблагодарить Константин Владимирович еще раз за его доклад.